Я хотел бы продолжить, собственно, то, о чем мы говорили в нашей последней беседе. Я, конечно, благодарю вам, что слушаете меня еще раз. Я много размышлял над тем, что там, ну и когда переписывал, естественно, и потом тоже над тем, что мы говорили. В принципе, я думаю, что свою позицию я достаточно ясно выразил, про всю эту критику. Поэтому дальше тут что-то еще раз по тому же я говорить смыслно не... Моя позиция особо не изменилась, все, что я по поводу критики, я хотел сказать, я сказал. Ну а для понимания этого, да, достаточно. Когда в текст оформим, это уже будет другой, более понятно. Ну и поэтому я постарался последовать как бы вашему совету, который вы давали, что, ну, когда вы задавали вопрос о том, собственно, что утверждается. Но когда я начал это пытаться что-то написать, то, естественно, я столкнулся в первую очередь с проблемой определения понятий терминов. Потому что иначе это будет вечный спор о том, а что понимается под этим, а что понимается под тем. Вот. И я постарался вот определить исходную терминологию. Ну и сейчас некоторое это предложу. Собственно, начало идет с начала размышления. Ну вот мы начинаем какое-то размышление, и это некая отправная точка. То есть нужно задать, условно говоря, отправную точку. Слово для этого, естественно, можно выбрать любое. Например, там, бытие, опыт, мир, ну, все что угодно. Я остановился на слове реальность. Ну, потому что, на мой взгляд, его употребление в современной науке и философии, ну, более-менее, соответствует тому, что я имею в виду. Ну вот, а чтобы как-то показать, просто показать эту исходную точку, я вот им на нее покажу, собственно, что такое реальность. Ну, в первую очередь, это то, в чем я себя нахожу, там, момент размышления. То есть какие-то уже предзаданные условия у меня есть. То есть есть мое тело, есть какие-то убеждения, там, идеи обустройстве мира, есть вообще понимание того, что есть внешний мир. Есть понимание того, да, с чем убеждение в том, что есть другие люди. То есть вот наше современное мировоззрение, современная реальность такова, что мы предполагаем существование внешнего мира, других людей, реальностью существования тела. И поэтому тоже, о чем вы говорили, что, помню, даже сам о них из первых бесед, что проблема становится уже не доказательством этой реальности, ее существования, как это было раньше в классической философии. А вопрос встает о роли вообще сознания моего. То, что есть реальность, это понятно. Вот это будет отправной точкой. Ну, а к сознанию я, соответственно, постараюсь дойти... Если есть некоторая реальность, то, как бы, если только вот это одна точка, это отправная, точка начала пути. При помощи одного понятия или одной точки описать ничего нельзя. Это не... Ну, это просто указание, мягко говоря, там, мыть пальцем, это понятно, но это не научно, даже не художественно никак. Поэтому дальше нужно ввести какое-то, как минимум, два элемента, стоять между ними отношение какое-то. Я считаю, что вот базовыми элементами такого отношения может быть отношение между субъектом и объектом поздания. Собственно, вы об этом писали, я читал там неоднократно ваши работы, где говорили, где писали о том, что для вообще того, чтобы было какое-то познание или восприятие, нужно взять отношение субъекта и объекта. Иначе, ну, просто не получается. Ничего описывать, ничего не получится. В принципе, я с этим согласен, что вот именно таковы отношения познавательного отношения. Но я все-таки считаю, что нужно на данный момент несколько уточнить понятия, в чем-то их изменить. Ну, во-первых, чтобы подойти к этому изменению, надо сказать, что познание является либо частным случаем восприятия, либо его синонимом. Ну, познание, восприятие, в принципе, случаем взаимодействия. И так как познание, ну, это случай, синоним восприятия, то также можно сказать о том, что и восприятие, и познание – это некий активный процесс, в котором участвуют и субъекты, и объекты взаимодействия. Но если это активный процесс, то он, естественно, предполагает, как бы его итоговым не может быть только простое появление какого-то качества. Например, там появление знаний и информации, как эпифеномен. Если это процесс активный, то необходимо, что его участники, они тоже изменяются. Я тоже думаю, это достаточно общее место на данный момент. Скажем, если я даже делаю стул, избиваю доски, то я не просто создаю стул. Доски изменяются, я в них делаю отверстия, пробиваю гвоздем. Гвоздь также изменяется, деформируется. Этим можно пренебречь, когда есть белые доски, но если бы гвозди были с пластилина, то уже бы они не работали. Также изменяется мое собственное тело. Мышцы устают, я получаю какое-то знание, чему-то научаюсь, то есть происходят изменения и объекта, и меня самого. И, собственно, то же самое происходит и даже при взаимодействии с информацией, например, при чтении книги. Ну, это тоже понятно. Я читаю, изменяется мое миропонимание, мое мировоззрение, но и в том числе могу как-то изменить и вот эту информацию. Книга-то не меняется? Ну, например, как материальный носитель, она тоже меняется. Как она меняется? Листы пачкаются, как материальный носитель. А как информация, например, если я читаю доказательства теоремы, я могу его провернуть или как-то развить, это будет уже некое изменение содержания этой книги. Ну, впоследствии. Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Я понимаю, что это тоже... Может быть, я больше не куплю, потому что... Ну, да, это... Тут, да, это сложно, но как бы сейчас, если я в это лезю, то уйдем просто в другую сторону. Ну, и также с точки зрения методологии науки, тоже можно привести примеры. Это роль экспериментаторов, построение экспериментов, движение гипотезы. Это тоже достаточно понятно. То есть, как такое одно из общих положений современной науки и философии, можно сказать, что и объект, и субъект вот этого взаимодействия, они конструируются и изменяются в течение вот этого взаимодействия. Но, собственно, в чем я вижу необходимость изменения? Такая постановка вопроса, она привела к тому, что границы субъекта и объекта, их пришлось расширить. Потому что, если в классической философии субъект был, так ли, скажем, простым, прозрачным для себя, то новое открытие, там, бессознательное, вот это они дали... Привели к тому, что границы субъекта расширились. И то же самое, на самом деле, произошло и применительно к объекту. Применительно к субъекту я, наверное, приведу в пример работы Бахтина, когда он говорит о конструировании субъекта, ну и прочих в этих вещах. А применительно к объекту я приведу в пример работы Джеймса Гибсона, ну вот, который я тоже неоднократно читал по вашему требованию, пока мы, конечно, более-менее не уловим, что-то там слышим. И его пример со зрительным восприятием. То есть, как вот итог такой краткий, получается то, что понятия и субъект, и объект, они расширились, изменились. И это вносит некоторые, скажем так, то есть, приходится делать все время оговорки, что вот этот либо субъект как некая целостность, включающая личность, бессознательность, либо просто как сторона познавательного отношения. И поэтому я, собственно, для себя, и предлагаю вообще стороны познавательного отношения, именно как стороны вот этого, обозначить как воспринимаемое и воспринимающее. Воспринимающее может быть субъектом, личностью, может быть там даже несколько личностей в случае шизофрении, то есть это все уже частность. А воспринимаемое тоже может быть уже потом как-то описано, как какой-то объект, предмет или вещи. Ну вот, например, если взять тот же случай зрительного восприятия для пояснения, скажем, я в музее смотрю на какую-то там картину. Воспринимаемое это все богатство информации, там световой, звуковой, которые меня окружают, в принципе. Объект моего восприятия это какая-то конкретная стена с картиной, включающей вопиоферическое зрение, я замечаю других людей. То есть все, на что я реагирую, на что реагирует мое тело, мой ум, даже бессознательно. А предмет восприятия это то, на что я уже сознательно обращаю внимание. То есть это либо какая-то картина, либо ее деталь. Соответственно, с субъектом будет то же самое. Воспринимаемое как сторона познавательного отношения это все окружающее меня на данный момент богатство информации, пространства, времени, ну всего. Что в принципе я могу ощущать. При этом, это важно, я считаю, например, в случае радиации будет, ну и радиация, если я похож, рядом с радиоактивным элементом, будет воспринимаема мною. Потому что потом я получу облучение, могу заболеть, умереть. Но вы этого не сознаете? Это я не сознаю, это не объект моего восприятия. То есть это воспринимается? Да, воспринимается. Но вы не сознаете? Нет. И это не объект даже моего восприятия. Объектом восприятия радиация станет тогда, когда я возьму счетчик Гейгера и смогу ее регистрировать. Тогда это станет объектом восприятия. А если я буду специально смотреть на этот счетчик Гейгера, то это будет уже предмет моего восприятия. То есть воспринимаемое вот это все то, что на данный момент на меня воздействует. А объект моего восприятия, ну или познания, это вся та совокупность, условно говоря, информации, которая по факту улавливается моим инструментом восприятия. То есть это периферическое, может быть, несознательно, но то, что я в принципе могу на что обратить внимание. То есть это периферическое зрение, какие-то вещи, ну и другое. Если я там изменяю свой инструмент восприятия, то есть беру технический инструмент, изменяется объект восприятия. Если я повышаю, скажем так, свое образование, то мой инструмент восприятия тоже изменяется. Я смогу уже там оценить, ну не просто там читать газеты, а читать какие-то научные книги. Это тоже изменение инструмента восприятия, изменение объекта восприятия. Вот, воспринимаемое, в общем-то, у всех, ну, в данном месте оно примерно одинаково. То есть, у нас сейчас воспринимаемое, ну, примерно, наверное, одинаково. Но объекты восприятия у нас уже очень разные, я полагаю. А предмет восприятия – это уже то, что вот именно сознательно выделяется уже в объекте восприятия. То есть, то, на что я сознательно обращаю внимание, ну, что я изучаю. Соответственно, воспринимающий – это такое указание тоже на именно место познавательного отношения. То есть, это просто то, что вот, когда я говорю «я», я указываю всегда на воспринимающего. А субъект восприятия – это уже некоторое ограничение вот этого воспринимающего. То есть, это все, вот, все, что, совокупность моих инструментов восприятия. Это мое тело, мой ум, там, мое чувство вкуса, чувство красоты. Ну, все, все, что я могу, как воспринимать реальность. И все это, понятно, что не все из этого осознается в каждый момент. Но, может быть, осознаваем. При некоторой тренировке, еще чего-то. Ну, дальше еще можно сказать про личность. Личность – это то, с чем я себя сам отождествляю в этом субъекте восприятия. Например, я считаю, что я – это какое-то тело, какое-то там убеждение. И всю реальность мы описываем, по сути, можем описывать только вот, если есть такие вот два факта вот этих познавательного отношения. И раз мы, если сделан такой вот, выдаем тезис о том, что мы описываем все как в этой дихотомии вот этого познавательного отношения, то и можно сказать, что, по сути, вся реальность заключается в отношении к минимуму двух элементов. Вот этого, условно говоря, воспринимающего и воспринимаемого. В принципе, это можно распространить на, скажем, на пространство и на время. То есть, если вот есть некая точка, то там нет ни пространства, ни времени. Когда мы добавляем две точки, то там уже может быть либо пространство как линия двумерная, либо время как последовательность двух элементов. То есть, там тоже уже, как минимум, должно быть два элемента вообще в реальности. То есть, когда есть точка, там нет ни пространства, ни времени. Ну, а какое там пространство? Какая точка вообще? Ну, ладно. А это у меня просто ничего. Это можно, ну, как можно определить точку? Только указать на нее. И на реальность тоже можно только указать, если нет вот этого разделения на хотя бы два элемента. Их может быть больше. Там три точки, это уже трехмерный пространство. Ну, как я считаю. Надеюсь, что я запомню то, что у меня у тебя есть что сказать. Много говорите же, но какие-то моменты разные есть. Разных моментов я потом поговорю. Ну, хорошо. Вот, типа, пока помню. Хорошо, давайте продолжаем. Так вот, рассуждали все. Луик, если там рассуждать, потом я с ней снесусь. Вот. А потом откуда много, то уже вот, знаете. Может быть множество точек. Между ними разные отношения. Точек где? В чем? В пространстве? В пространстве получается отношением этих точек. А давно и есть. И что, в кольцовке сидит субъект какой-то, так что ли? Ну, я так к этому дойду, да. Но не субъект. Субъект не везде есть. Давай. Поэтому я эти понятия разделил. Давайте, я слушаю. Если мы начинаем, тут нужно как бы конкретизировать, если начинаем описывать не только познавательные отношения, как вы пытаетесь там, ну, познание людское, такое, а пытаться приложить вот эту схему, там, воспринимающую, воспринимаемую для описания всей реальности, то, естественно, наиболее такой простой вариант и искушение, соблазн, это, собственно, тогда просто приравнять друг к другу вот эти познавательные отношения с субъектом и объектом. В первую очередь, к чему? Друг к другу. В первую очередь, в натурализме возникнет идея о том, что, в принципе, это отношение просто одного к другому, а то, что кто-то из них субъект, а кто-то объект, кто-то воспринимающая, кто-то воспринимаемая, это просто условность, которая, ну, используется нами для удобства. Я, собственно, хочу сказать, что это, в принципе, такое сведение вот этого отношения, оно, в принципе, неверное. Неверное, конечно. Ну, во-первых, потому что приравнение и идея о том, что важно только отношение, а само качество вот этих элементов, оно не имеет значения, оно отсылает, ну, это просто наследие вот такого классического детерминизма, классической механики, где, ну, на самом деле, там, качеством материальной точки можно пренебречь. Но уже современная физика от этого отошла. Ну, а во-вторых, наверное, это самое главное, что если бы участники вот этого отношения были бы торжественны друг к другу, то они были бы неразличны, они бы слились в одной никакого отношения просто бы не было. Поэтому, в принципе, вот если есть для описания реальности, вообще самой реальности, должно быть отношение одного к другому, и они неравны, они не тождественны. Я не буду говорить, что они различны, но они не тождественны. То есть не тождественны, значит, различны. Ну, это... Ну, как, если не тождественны, значит, а что они не тождественны, они различны? Любое качественное их описание, вот этих двух сторон, оно их уже превращает в какой-то субъект, в какой-то объект. То есть оно их определяет, поэтому уже получается физика, а не метафизика. Вот. Но при этом я считаю, что можно еще кое-что про них сказать. Собственно, и почему вот я именно выбрал такую терминологию, как воспринимаемое и воспринимающее. Собственно, что такое воспринимаемое? Ну, это что-то уже явленное, то, что есть, то, что существует. Так? То есть то, что себя показывает, то, что проявляется. То есть, ну, явленное, условно там, явь какая-то, явление. При этом я не провожу коннотации с феноменологией на данный момент. Следовательно, если воспринимаемое или объект это явленное, то воспринимающий или субъект должен быть, ну, чем-то другим. А другим может быть только неявленное. Не обязательно. Только явленное. Я, с одной стороны, да, но я говорю вот именно про познавательное отношение. То есть, если есть просто вот именно познавательное отношение. Никакой реальности, допустим, ничего нет, просто вот познавательное отношение. Явленное. Ну, воспринимаемое и воспринимающее. Объект и субъект. То объект получается это явленное, а субъект, он умир другим. Если он явленный, то это тоже объект это отношения не будет. Он должен быть различным. само же вот это воспринимающее оно не может быть явленным по определению но потому что любое восприятие любое его восприятие превращает уже в явление это вот о чем юм писал что когда он в принципе он понимает что такое я но когда пытается это определить он ничего не может поймать все что он определяет как я это уже какой-то объект если я начинаю искать свое я воспринимающий как отношения то я могу найти свое тело свое убеждение но когда я воспринимаю тело я воспринимаю там с помощью другого инструмента размышляю над телом когда я размышляю собственными там эмоциями я использую ум могу там размышлять над собственными представлениями создавая там представление другого ранга то То есть это всё время такая гранация происходит. А субъект, воспринимающий, он никак не может быть определён. Любое определение превращает его в явление. Можно ещё сказать, что явленное или воспринимаемое – это, собственно, существующее, действительное, так повести к коннотации. А воспринимающий или субъект – это возможное, потенциальное. И само вот это восприятие – это и есть перевод постоянный. Воспринимающий, он как бы воспринимает то, что напускает возможным, поэтому и влияет, изменяет объект, по сути. Ну и, кстати, отсюда неизбежно следует, что не явленное или воспринимающее, оно богаче и шире, полнее, чем любое воспринимаемое. Любое проявление, оно может быть различным. Даже вся Вселенная может быть раскладана как какое-то одно проявление чего-то. Ну, Вселенная, реально. И из таких Вселенных, как даже говорит современная математика, физика, их может быть бесконечное множество. И это будут различные явления, в принципе. Но неявленное, то есть это воспринимающее, оно будет, по сути, так как оно не может быть определено, не может быть раздроблено, то это, по сути, некий аналог единого. То есть есть вот это познавательное отношение. Это я ещё не беру никакую реальность даже внимания. Её, допустим, пока нет. Просто познавательное отношение. Где воспринимающее – это неявленное, потенциальное, возможное. А явленное – это действительное, проявляющее, существующее, вещественное. И происходит постоянно вот такой вот акт восприятия, условно говоря. Или взаимодействие, если мне нравится слово «восприятие». Мы существуем в реальности, во Вселенной, и в нашем случае взаимодействие происходит уже в каких-то предзаданных, о чём я говорил, рамках. Я не полностью… То есть я в том числе представляю собой некое явление. У меня есть тело, у меня есть мысли, есть мировоззрение, есть убеждение. Вот. И, например, мы с вами сейчас разговариваем. Мы взаимодействуем не просто как два, например, идеальных стороны познавательного отношения, как коммуникации. Там у вас есть тело, у меня есть тело, у вас там какие-то убеждения, у меня тоже есть там идеи, стремления у каждого, желания, например, могут быть. Поэтому, во-первых, у каждого в рамках какой-то уже существующей реальности, у каждого из взаимодействующих уже есть и нечто проявленное в нём, но при этом есть и нечто, собственно говоря, непроявленное, неявленное. В реальности, если есть там два взаимодействующих, то каждый из них представляет собой и воспринимающий, и воспринимаемый. И субъект, и объект. Вот это взаимодействие тоже. То есть Вселенная — это просто субъекты? Ну вот почему я хочу переопределить несколько терминологий, потому что субъект — это очень такое что-то, это сложное очень. А вот именно как познавательное отношение множество воспринимающих, то есть множество потенциальных участников взаимодействия и восприятия. Потенциальных или верных? Вот тут как бы ещё нельзя, было бы ошибкой сказать, что, например, вот мы с вами говорим, и когда, например, говорю я, то вы воспринимающий, когда говорите вы, то я воспринимающий. Происходит такая ротация. Вот это, на мой взгляд, очень неверно, было бы сказать, потому что это уже предполагает существование времени, пространства. Оно не существует. Оно появляется уже тогда, когда уже есть вот это взаимодействие, проявленное или проявленное. Только тогда. И использовать вот эту ротацию во времени или в пространстве для описания этого взаимодействия, ну, на мой взгляд, это неверно. Пространство и время появляются после. точнее в результате вот этого взаимодействия поэтому сказать что поочередно мы воспринимающие воспринимаем нельзя неверно сказать что мы одновременно и то и другое это уже ближе но тоже не то что одновременно тоже это может каждый и тому чтобы подвести какому-то да каждый скажем так элемент участник любого взаимодействия является одновременно и воспринимаем и воспринимающим в нем есть и явленные и не явленные существующие не существующие действительные возможно что существующие явлены сейчас начало не явлены чувствуешь а что же якgary dort все дети остановиться слова просто нет то что не существует и того того что чтобы есть на этоThanks то есть действие существует поэтому я не употреблял вот это вот echt можно такая конструкция вот поэтому я не употреблял саму свойCH сп paralyze любого языка если что то есть вам и существует явление это то, что явилось в каких-то рамках, а неявленное – это вся полнота возможности вот этого явления. Просто мне непонятен такой ход мысли, понимаете? Насчет явленного, неявленного – это нужно все разъяснить, то есть явленное. То, что в обыденной жизни и в научном рассуждении, умышлении мы пытаемся, когда говорим о явлении чего-то, то мы ведем, что это явление чего-то, то есть этим скрываются некоторые сущности, что ли. Вообще само слово «явление» имеет смысл только в одном случае, когда это оно противопоставляется тому, что не является явлением, то есть некая сущность, которая может выступать по-разному, в разных ракурсах, в разных условиях. Одна и то же сущность может так являться, может эдак являться. Значит, есть какой-то скрытый механизм, так сказать, или какая-то скрытая структура, что ли, которая вот так является в разных условиях, или вот эдак является. А явление само по себе протестировано всему, так сказать, неявленному, чему неявленному. Сущность так или иначе является разным способом. А ремонизация чем-то абсолютно неявленным, понимаете? – Я понял. Как раз, наверное, тут мы по сути, наверное, говорим об одном и том же на самом деле. – Может быть, но на разных языках. Я бы не стал называть то, что стоит заявление неявленным. Понимаете? Оно никогда полностью не обнаруживается ни в одном явлении, но оно обнаруживается в разных явлениях, в разных ракурсах, во множестве явлений. Может быть, в тех явлениях, которых до сих пор не было, не наблюдались они. В принципе, смысл сущности в том, что она проявляется. Сущность тоже можно по-разному понимать и спорить на эту тему. Но всё равно это эссенс, как угодно называете, эссенциализм какой-то есть, концепции, что там некий спор. Но всё-таки понятно, о чем лечь. А что такое неявленное, это вот не учитывается. – Это то, что вызывает явление. – Вот это сущность вызывает явление. Так вы привыкли думать. – Да, но она не в том же предмете находится. – Вот почему не в том же предмете, я не понимаю. – Потому что должны быть отношения одного, воспринимающего и воспринимаемого. Это должно быть двое, должно быть двое. – Ну нет, я теперь уже в опознании. Нет, уже от попытки понять сам предмет безотносительно к восприятию. – В том-то и дело, что я пытаюсь положить вот этот… – Да, вот это вот неясно, как вы покладываете путь, вот анализы познали, с чего вы начали. Познающие-познаваемые, воспринимающие-воспринимаемые, а потом вот перекинуться к явлению и неявленному, уже в самом, так сказать, предмете. Это уже немножко другое, так сказать, ракурс обсуждения, понимаете. Вот, я бы так сказал, вот и гносиологии, и апостомологии, вы к гранатологии сейчас переходите, да, к тому, как устроена сама реальность. – Да. – Это уже другое немножко. И как бы, так сказать, связь, конечно, здесь есть. А что-то не одно и то же. Мои комментарии связаны с тем, и, внимание, так сказать, не согласен, с тем, что вот эта вот идея взаимоотношений явленного или неявленного, может быть, одна из центральных прошедей, она мне осталась непонятной. Я, как до конца, ее не снял. Первое. И второе – вот я не совсем согласен с вашим пониманием этого познавательного отношения, что в познавательном отношении идет, что в познавательном отношении изменяется как субъект, так и объект. Ну, объект и бытие – это, конечно, не совсем одно и то же. Вот отличие с моей точки зрения в том, что объектом становится то, на что направлена моя, так сказать, познавательная активность. То есть я что-то выделяю, так сказать, выхватываю, или что-то вот я на что-то обратил внимание, скажем, в случае восприятия, да, вот смотрю на этот шкаф, а остальное – вне поля моего зрения. Да, потом думаю ее. Вот того, что я этот шкаф посмотрел, он, по-моему, не изменился. И мне кажется, будет это вот что-то познание состоит в том, что познание или знание. Я получаю знание в том, что не зависит от того, посмотрел я или не посмотрел, знаю я или не знаю. Я могу знать, могу не знать на этот предмет, от которого я обратил внимание. Он сам по себе существует. И поэтому знание можно как-то проверять. Вот в этом смысле знание отличается от конструкции принципиальным образом. Потому что можно конструировать не только предметы, так сказать, обычного, где хода там сделать, стол, стол, вот там, дорва, наколоть дров, как вы рассказываете об этом. А есть такая концепция, не сегодня нам возникла, но существует, что в процессе познания происходит конструирование того предмета, которое познается. Ну, Канта уже это есть, кстати. И сегодня очень много это пишут. Вот я считаю, что это другая позиция, против которой я с вами выступал. Есть позиция познавательного реализма и позиция познавательного конструктивизма. Вот я же против конструктивизма. Такие разные вещи. Одно дело, я предмет познавательного конструировал сам, так сказать, а другое дело, я пытаюсь познать то, что я не знаю, что от меня не зависит. Вот. И пример простой очень можно привести. Такой. Вот, скажем, я вошел в дом, какой-то дом. Впервые туда попал. И там стоят кресла. И я вот эти кресла, я увидел, и мне сказали, вот там в той комнате, значит, кресло красного цвета, или там зеленого цвета. Я подошел, вижу, нет, не зеленого, там другого цвета, а там черного просто. Вот. Это один пример. То есть я узнал то, что есть на самом деле, как бы, то есть мне дали ложную информацию о том, что существует. И вот я узнал, вот посмотрел, узнал. А другое дело, когда писатель в этой ситуации, вот пишет, когда говорит о том, что в кабинете Шелла Холмса кресло надо бессмысленно проверять. Сказать, а он не прав, он бы тебя не предупредил. Нет. Вот есть то, что я вложил. Вот я создал предмет, и в предмет есть то, что я сам создал. Это другая ситуация. Поэтому мне кажется, что в смысле познавательного, конечно, другое дело, что само познавательное вплетено в нашу деятельность. Оно с этим связано, вот и Гибсон об этом писал. Ну, Гибсон, кстати, реальность. Гибсон считает, что мы, когда воспринимаем, мы, так сказать, не конструируем восприятие. Он сам в этой позиции выступает. А такая позиция тоже есть. А в процессе восприятия мы, как он пишет, обследуем реальность. И мы как бы вычерпываем информацию из мира. Мы ее выделяем из этого мира. Мы выделяем при помощи наших действий в том числе, конечно. Но можно выделить то, что есть. Вот если есть какая-то книга, я могу взять эту книгу, но книгу-то я не создал. Я взял ее, ну там есть эта книга. В процессе восприятия мы тоже выделяем что-то из мира, какую-то информацию вычленяем, что же не вычленяем то, что есть, а не просто сами создаем ее. Вот поэтому, мне кажется, что в процессе познания и восприятия сейчас есть место не такое, а, так сказать, подстроил взаимодействие одна с другим. Вот это не совсем так. Скорее, есть вот это вот, ну как взаимодействие? Это выделение информации или вычерпывание при помощи наших активных действий, конечно. Но информация только как от того, и сама эта информация не создается, она уделяется от того. Это вот первое. Это первое. Второе, потом вы идете дальше ваших студентов. Вы считаете, что, может быть, по знанию в любом другом случае, когда есть какое-то взаимодействие двух каких-то точек, любых, чуть ли не на уровне элементарных частиц. Это уже, по-моему, такое решительное понимание познания. Все-таки для меня познание такое, что и там, где есть сознание, да, и где есть вот, ну, то, что мы относим к знанию, то, что к знанию относится, мы уже с вами обсуждали перед этим. То есть есть какие-то вот процедуры, так сказать, познавательные. И не любое исключение их информации есть по знанию, да. А дальше вы идете, и вот эта вот ваша идея явленного и неявленного, я до нее как-то пока не дошел. Я всю жизнь считал, что можно говорить о том, что есть в каждом предмете, так сказать, в каждой структуре, в каждой системе есть и способы ее проявления. Они разнообразны, и, может быть, не все способы были нам даже известны. В какой-то ситуации, да, система будет вести себя так, как мы, может быть, не наблюдали до сих пор. Но в любом случае то, как она себя ведет, это поделяется отношением ее устройства, этой системы, это ее механизмы вытянемого с окружением. Вот если мы этот механизм не знаем, познали, то, что сущностью можно еще называть, тогда мы можем предсказать, что в таких-то условиях система будет так-то себя вести. То есть так-то будет себя проявлять, если мы знаем. Если мы не знаем, то мы можем наблюдать просто. Сейчас она так себе ведет, сейчас так-так-так. Можно сказать, что какие-то есть неявленные, так сказать, ее способы поведения, можно так сказать. Но если мы, так сказать, сумели более-менее адекватно понять, как эта система устроена внутри, то мы это все неявленное можем заранее предсказать, что оно явится вот так-то, так-то в таких-то условиях. Поэтому то, что у вас явно не явно, это само это подразделение по мне не очень ясно, понимаете. Особенно, когда к этим вещам вы применяете все эти вот вещи, там, взаимоотношения между точками отношений, там, познавать обязательно. Если бы был заранее текст, может быть, я какие-то более тонкие вещи бы лучше бы понял. А вот на ходу так сразу все схватить очень очень сложно. – Хорошо, я понял. И не все я схватил, наверное, не даду бы. – Ну, в случае нет. – Да. – Я ваше возражение услышал. Там отметил вопрос, я еще подумаю над этим. Там есть интересные вещи, которые стоит осмыслить. Еще раз благодарю, конечно, за такой титанический труд прослушивания. – Да, а вы давайте договоримся так, если когда будем беседовать еще раз, заранее хотя бы какой-то план, или хотя бы некоторые два-три вопроса, или какой-нибудь попало, или два-три тезиса вот вашего, чтобы тогда легче обсуждать, а то я как-то вот сразу… – Ну, да, да. – Я не готов был идти к такому повороту мысли вашему, и он меня немножко застал в расход. – Все-таки я считаю, что по основным вопросам мы с вами, на самом деле, соглашаемся. – Может быть. – Но вот по терминологии не можем… – А по поводу третьего мира, в принципе, вот это неявленное можно описать как мир идей, в принципе. – Ну, надо подумать. – Ну, я как бы не хотел этого и делать, но, может быть, это неизмежно. – Пока не ясно. – Ладно, давайте. – Все, благодарю еще раз, до свидания. – Нет, у вас неявленный мир существует изначально, а мир идей все-таки человек создал, вот по этому разницу. – Но по Платону нет. – Если вы не Платону, то есть, вы ближе к Платону. – А я думаю, что больше Платон, чем Поппер. – А, ну тогда понятно.